Здравствуйте, уважаемые слушатели! Дисциплина средства цифровой мобильной связи для студентов 2 курса направления автоматизации и управления технологическими процессами и производством Железнодорожный транспорт Лекция номер 11. Стандарты ЛТЕ В марте 2008 года сектор радиосвязи Международного союза электросвязи определил ряд требований для стандарта международной подвижной беспроводной широкополосной связи 4-го поколения. В частности, установив требования к скорости передачи данных для обслуживания абонентов, скорость 100 Мбит в секунду должна предоставляться высокоподвижным абонентам, например, поездам и автомобилям, а абонентам с небольшой подвижностью, например, пешеходам и фиксированным абонентам, должна предоставлять скорость 1 Гбит в секунду. Поколение 4 включает в себя два стандарта передачи данных. Первое – это ЛТЕ, долгосрочное развитие, и Ваймакс. Первое используется для мобильных устройств, а второе – для стационарных абонентов. Стандарт ЛТЕ является прямым потомком GSM и является обратно совместимым с оборудованием для работы ADGA и HTCPA, но несовместим с интерфейсами 2-го и 3-го поколения на устройствах пользователей, поскольку требует наличия отдельных дополнительных модулей, которых нет, например, в старых смартфонах. Он работает, данный стандарт, в расширенном диапазоне, за счет чего обеспечивает скорость скачивания до 326,4 Мбит в секунду, а отдачи до 172,8 Мбит в секунду. Сессия 4-го поколения предлагает много преимуществ, такие как высокую полосу пропускания, низкая стоимость сети и оборудования, использование лицензии, освобождающейся спектры частот, высший потенциал и повышение качества обслуживания, доступ к широкополосным мультимедийным услугам, к меньшими затратами и интернет-сетевой роуминг. На данном слайде представлены требования к функциональности LTE. Как мы видим, поддержка мобильности достигается порядка до 500 км в час. Зона радиоохвата составляет от 5 км до 100 км. Структура сети LTE существенно отличается от сетей 2G и 3G. Изменениям подверглись подсистемы базовых станций и подсистема коммутации, а также технология обмена данными между терминалом пользователя и базовой станцией, протоколы передачи информации между сетевыми элементами. Таким образом, теперь абсолютно вся информация, в том числе голос, пакетные данные, передаются в виде пакетов. На данном слайде представлена структура сотовой сети стандарта 4-го поколения, а именно LTE. Под системой коммутации сети стандарта LTE можно выделить следующие узлы. Первый. Обслуживающий шлюз. Выполняет функции обработки и маршрутизации пакетных данных из-под системы базовых станций. Обслуживающий шлюз соединяется непосредственно с сетями 2-го и 3-го поколения того же оператора. Это существенно упрощает передачу соединений в сети предыдущих поколений при ухудшении зоны покрытий или перегрузки сети. Следующий. Шлюз соединения с другими сетями других операторов. Маршрутизирует информацию, такую как голос, пакетные данные, из сети в сеть данного оператора. Узел управления мобильностью. Предназначен для управления мобильностью клиентов сети LTE. Функции, выполняемые данным узлом, делятся на следующие два множества. Первое. Это управление потоками. К данной области относится уровень управления сессиями протокола, в рамках которого осуществляется создание, поддержание и удаление потоков. И второе. Это управление подключениями. В рамках этой функциональности осуществляется подключение абонентов к сети и создание правил шифрации и кодирования между оборудованием абонента и сетью. Эти действия выполняются на уровне подключения. Следующий. Сервер абонентских данных. Представляет собой объединение в одном устройстве регистров домашнего местонахождения, регистра визитного местонахождения и регистра антификации. Узел выставления счетов предназначен для формирования клиентов счетом за оказание услуги связи. В подсистеме базовых станций осталось только один традиционный элемент – это базовая станция ЕНОТ-Б, которая кроме функции собственной базовой станции выполняет еще функции контроллера базовой станции ЛТЕ. Такое решение позволяет упростить расширение сети, так как отпадает необходимость добавления новых контроллеров и расширения емкостей существующих. Функции, которые относятся к ЕНОТ-Б, следующие. Обеспечивает передачу трафика и сигнализации по радиоканалу. Управляет распределением радиоресурсов. Обеспечивает сквозной канал трафиков к обслуживающему шлюзу. Поддерживает синхронизацию передач и контролирует уровень помех в сути. Обеспечивает шифрацию и целость передачи по радиоканалу. Выбирает узор мобильности и организует сигнальный обед с ним. Производит сжатие заголовки IP-пакетов. Поддерживает услуги мультимедийного вещания. На данном слайде представлена архитектура сотовой сети с тремя ячейками и тремя секторами на ячейку ЕНОТ-Б. Ячейк подключены к объекту управления мобильностью. Основной базовой технологией четвертого поколения является технология ортогонального частотного упланиния. Кроме того, до максимальной скорости передачи используются технологии передачи данных с помощью N-антенн и прием M-антеннами, то есть MIMO-технологии. Множество вход, множество выход. При данной технологии передающие и приемные антенны разнесены так, чтобы достичь слабой корреляции между соседними антеннами. Технология стандарта LTE поддерживает также хендовер и роуминг. В сетях LTE используется временное и частотное разделение каналов. Обычно базовая станция сети LTE может обслужить зону радиусом до 5 км, хотя при необходимости за счет высокого расположения антенн базовой станции этот размер может быть увеличен до 30 и даже до 100 км. Большим преимуществом стандарта LTE является большой выбор терминалов. Кроме сотовых телефонов могут использоваться ноутбуки, планшеты, компьютера, видеокамеры и другие гаджеты, которые совместимы с сетями четвертого поколения. Спасибо за внимание.